Привет, красотки! Добро пожаловать на мой канал Gingerbox, и с вами Марина Джинджер. И сегодня мы поговорим о такой важной теме для всех беременных девочек, как сохранение фигуры в период беременности. Все мы с вами девочки, все мы знаем о том, как сложно сохранить фигуру, не набрать лишний вес. И эта проблема тем более усугубляется, когда мы беременны, когда наш организм ведет себя не совсем нормальным образом, не совсем привычным образом идет некая гормональная перестройка, и мы можем где-то ощущать себя странно, непривычно, и не понимать, к примеру, какова наша дневная норма теперь и так далее и тому подобное. И сегодня я дам вам 10 советов о том, как не поправиться слишком сильно во время беременности, как потом вернуть свою хорошую форму. О правильном питании я уже говорила в своем видео, смотрите здесь. Поэтому мы не будем концентрироваться сегодня на правильном питании, а поговорим конкретно о советах, дабы сохранить свою фигуру. И первый мой совет вам – это высыпаться. Конечно, мы все знаем о том, что сон влияет и на настроение, и на аппетит, и на многие другие вещи, но в данном случае мы говорим о том, что сон для беременной – это в принципе основополагающая вещь, потому что именно в период сна наш организм восстанавливается, и именно в период сна сжигаются жировые клетки. Таким образом, беременным рекомендуется спать минимум 7-8 часов. Ложиться желательно до 12 часов ночи, чтобы у нас вырабатывался мелатонин, и правильно сжигались все наши накопленные жиры. На ночь желательно не кушать много сладкого, потому что если вы покушаете сладкого на ночь, то организм будет откладывать жиры вместо того, чтобы их сжигать. Поэтому если что-то очень сильно хочется покушать на ночь, то кушайте творог, кефир или какое-нибудь несладкое яблоко. Второй совет. С утра кушайте кашу. Каша – это клетчатка, каша – это наша с вами энергия. И каша обволакивает желудок, что помогает нашему желудочно-кишечному тракту правильно работать, плюс каша, конечно, запускает все наши пищеварительные процессы с утра. Поэтому обязательно кушайте кашу. И мой совет – не готовить кашу полностью на молоке, а замешивать ее с водой. То есть 50% воды, 50% нежирного молока. Таким образом вы получите низкокалорийную кашу с низким содержанием жира. При этом получите вполне сносный терпимый вкус. Мой совет – кушать кашу с отрубями. Все-таки отруби – это наша с вами метелка, которая выметает все неприятные моменты из нашего с вами желудка и кишечника. Третий совет. Не запивайте еду водой. Организм любого человека устроен таким образом, что пища переваривается хорошо в том случае, если выделяется достаточное количество желудочного сока. И тогда желудочный сок расщепляет нашу с вами пищу, и все работает прекрасно. И в любом случае не рекомендуется запивать пищу жидкостью или водой. А беременным женщинам тем более. То есть если вы планируете перекус, не будем сейчас обсуждать, перекус – это другая тема, если вы планируете покушать, то есть завтрак, полдник, обед, ужин. Планируйте таким образом, чтобы попить водичку где-то за 20-15 минут до еды и через 30 минут после еды. Если это мясо, то через 40 минут. Дайте своему желудку выделить желудочный сок и переварить пищу. Четвертый совет. Кушайте маленькими порциями и почаще. Такой совет, опять же-таки, применим к любому человеку. Кушать по многу и редко считается неправильным. Но у беременных часто возникает такая проблема, как вздутие живота и изжога. И чтобы в том числе избежать и этих проблем, рекомендуется кушать по 4-6 раз в день маленькими порциями. В таком случае и вам будет комфортнее жить без этого жуткого вздутия животика. И, конечно же, желудку и вашему организму будет проще усвоить продукты, которые вы употребили. Пятый совет. Касается перекусов. Конечно, все мы любим перекусить между приемами пищи, да, особенно если мы работаем в офисе. Нам скучно, грустно. Мы всегда что-то, скажем так, перекусываем. Поэтому перекусы нужно продумать заранее. Постарайтесь, чтобы среди ваших перекусов не было вредных продуктов, таких как чипсы, конфеты, течения, тортики и так далее. Да, старайтесь, чтобы перекусы были правильными. Пусть на вашем столе всегда будет банан, яблоко, чипсы из семян льна, например, да, льняные чипсы, кстати, очень вкусные. Их вкусно кушать, скажем так, с гуакамоли, например. Также среди перекусов могут быть сухофрукты. Организм беременной женщины устроен таким образом, что он немножко крепит, да, чтобы не было, не дай бог, тонуса матки. У нас с вами, у беременных, бывают проблемы с этим делом, поэтому сухофрукты тоже помогут. Так что следите за тем, чтобы ваши перекусы были полезными. Шестой совет. Конечно, детишки очень любят сладкое. Даже когда детишки в утробе, они просят сладкое. Поэтому подумайте заранее о том, как вы можете себя обезопасить в этом смысле. Потому что не употреблять сладкое, не кушать сладкое не получится. Поэтому старайтесь хотя бы каким-то образом контролировать, во-первых, сколько сладкого вы кушаете, а во-вторых, что вы кушаете. Вместо тортика Наполеон, например, можно скушать колечко с творогом или сухофрукты. Вместо леденца можно скушать что-то еще сладкое, да, например, банан с медом. То есть нужно следить за тем, чтобы наше сладкое было наименее вредным. Седьмой совет. Соусы. Во-первых, соусы это в принципе не очень полезно, а тем более не полезны соусы из банок. Они очень жирные, они химические. Поэтому, если вы привыкли что-то кушать с соусом, да, то постарайтесь эти соусы готовить сами. Тот же самый сырный соус, да, можно приготовить самой. Можно сыр натереть на терке, смешать с оливковым маслицем. Вот вам сырный соус. Можно взять низкожирную сметанку, смешать ее с зеленью. Вот вам, пожалуйста, опять же таки соус, да. То есть постарайтесь, чтобы соусы были приготовлены вами дома, чтобы вы понимали, из каких продуктов это приготовлено. Не берите в магазинах банки с готовыми соусами, и это поможет вам снизить калорийность вашей пищи. Восьмой совет. Конечно, в период беременности сложно заниматься спортом, поэтому постарайтесь хотя бы прогуливаться в течение дня или на ночь, и занимайтесь плаванием. Плавание никому никогда не мешало, плавание помогает снять нагрузку с позвоночника, со спины, и это, в общем, хорошая для вас поддержка тонуса ваших мышц. Поэтому гуляйте и плавайте. Девятый совет. Не наедайтесь на ночь. На ночь кушать вредно в принципе, да, потому что мы с вами понимаем, что ночью организм должен восстанавливаться и расщеплять жиры, а не откладывать их. Но для беременной это особенно важно, поскольку сейчас мы, конечно, очень активно набираем вес, это во-первых, и во-вторых, на наш организм нагрузка двойная. Поэтому ни в коем случае не наедайтесь на ночь. Если вы ложитесь в 12 часов ночи, то после 9 старайтесь не кушать ничего хотя бы калорийного, да. Скушайте несладкое яблочко или кусочек куриной грудки, либо же там какой-то обезжиренный йогурт, но не наедайтесь на ночь. И последний, десятый совет. Обязательно верьте в себя, знайте, что беременность это замечательный период, когда женщина должна наслаждаться им, когда женщина должна наслаждаться собой, своим растущим животиком и ребеночком внутри себя. И знайте, что, конечно же, после родов вы обязательно вернетесь в форму, вы обязательно займетесь собой. И поверьте, малыш поможет вам в этом. Вам будет просто некогда переедать, вы будете возиться с малышом, постоянно носить его на ручках и обязательно очень быстро приведете себя в форму. Поэтому верьте в себя, настраивайтесь на хорошее, думайте только позитивно и все у вас будет замечательно. А с вами была Марина Джинджер, я желаю вам классной беременности и всего самого красивого. Пока!